На дворе февраль, ну а на Целоне, как всегда, лето, начинаем очередной репортаж, практически прямой репортаж с Целона, февраль месяц, 2012 год, экскурсия по отелю. Извлекаем ключик из отверстия специального для ключика и выходим на природу. Да, сейчас лопаем дверь, тут у нас поют птички, вот здесь живет цикад или цикады, не знаю, как правильно называть, это здесь уборка номеров, все очень достойно. Ну и продолжаем движение в сторону ресепшена. Вот практически мы с вами подошли к ресепшену, отсюда мы въезжали. Здесь туристы связываются с Москвой, ну то есть одна из точек доступа к интернету. Ну и непосредственно открывается вид на наш пляж, вот они наши нескучайники. Собственно, их не пришлось долго искать. Вот они все купаются, вот они все плескаются. Ну что, рассказывайте, нескучайные? Так, спросим у Андрюхки, что у нас происходит? Приходит тренировка по синхронному плаву. Так, кто с кем синхронизируется? Команда, группа. Так, ну-ка представь нам членов команды, членов группы. Это пестик. Это пестик? Так, ну ладно, я так это подальше отойду. Ну вот, еще и норовят меня сфотографировать. Несанкционированная съемка. Меня снимать можно только в присутствии, присутствии таможенников государства Шри-Ланки. Ну ладно, пусть группа, о как они разложились со звездочкой. Пусть они лежат, себе лежат. Вот они наши номера. Здесь вот мы живем. Вот он, пальмовый лес. Вот он, океан. Вот она, еще раз повторяю, группа приключайников. Все фотографируются, фотографируются. Ну а мы с вами, пожалуй, пойдем дальше. Смотрите, вот она, утренние процедуры. Бывало, Люба залезет на пальму, сорвет десятка-два кокоса, достанешь из них молочко и давай этим молочком. Валентин, ну сейчас уже готовы к общению со страной-то? Нормально все? Не, если что, мы это самое, отойдем. Будем еще сейчас. Будем еще сейчас. Будем еще сейчас. Подправились, так. Ну как? Как? Мы всегда готовы. Мы всегда. Векакусин всегда готовы. Мы помним, что сегодня 23 февраля. Соберите несанкционированную съемку. Это потом. Но вы видите. Нельзя, нельзя, нельзя. Я серьезно говорю, нельзя. Отнимем телефоны, размагнитим магнитные карты и не пустим больше в Россию. У нас все строго с этим. И не продадим марки чай. Да, это отдельная история. Ну что ж, вот так вот мы. Помашите, ладно, ручкой. Продолжаем экскурсию по отелю. Неожиданно увидел заплыв на перегонки. Тренер сопровождает группу. Ну давай, давай, кто первый? Давайте зафиксируем этот момент. Народ, обалдевший от Индийского океана, устраивает заплыв в бассейне. Кстати, в бассейне концентрация маркин чая где-то 5% на 95% воды. Вот, вот она, вот она лидер заплыва. Плывет себе. Давай, 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 давай. Осталось немножко, осталось. Группа отстает. Тренер вообще что-то там задержался. Так. А не хочу. Давай, как не хочу. Осталось чуть-чуть. А надоело. Надоело, ну ладно, тогда отдыхайте дальше. И правильно. Все происходит по формуле хочу, не хочу. Нескучайники во всем мире славятся любовью к животным. Поэтому животные без разбору идут к людям, идут к низкучайникам и норовят их порой укусить. Не надо. Надо-надо, скажи, надо. Крем вкусный, да. А банан тут вкуснейший. Не, не надо крем ей давать, она же траванется. Ну что она траванется? Это все природный материал. Никакого там природного материала нет. О! Рыжи, рыжи, рыжи. Ой, не надо меня кусать. Рыжи, рыжи, рыжи. Она что, она разыгралась? Не хочется... Это не она, это мальчик. Это же видно. Не вооруженным взглядом. Да, он приноторился дальше. Процесс поглощения бананов. Вот такой бананчик я съем чуть позже. Сейчас мне некогда, я работаю. Но он может не дождаться. Он дождется. Его же в армию не заберут, то что? Вот здесь бегают брундучки. Ну, говоря по-нашему, чипы-дэлы. Вот эти чипы-дэлы, они практически не боятся людей. Причем у них постоянно происходит борьба между брундучками и воронами. Ну, вот смотрите, отель всего лишь функционирует полтора-два месяца, а брундучки уже ручные. Потом начнется беда. Через год они будут просто ломиться в каждый номер и требовать еды. Вот видите, он еще успевает отогнать своих товарищей, которые, между прочим, тоже голодные. Что ж ты такой ненасытный? Каши на всех хватит. Белка семечки грызет, белка песенки поет. Вот еще одна. Пробираясь между топчинами, с удивлением обнаружил, что здесь еще и кто-то что-то читает. Причем этот читатель явно болеет морской океанической клиптоманией. Вот обслуживший персонал отеля. Вот здесь еще несколько месяцев назад был дикий берег. Но поскольку Шри-Ланка все-таки стремится быть цивилизованной страной, поэтому, видимо, здесь еще не оформившись, но все-таки территория отеля заканчивается. И начинаются муниципальные, городские, сельские, в общем, государственные владения, именуемые берегом океана. И вот по этой незамысловатой корневистой лестнице мы спускаемся по несформировавшимся ступенькам и попадаем непосредственно в Лимбийский океан. Либо попадаем на берег, вдоль которого наши туристы, кстати, с удивлением обнаружили, что буквально за последние дни российских туристов прибывает все больше и больше. И все чаще они обращаются за помощью к местному населению, ну, не без кокетства и не без элементов заигрывания. Ну, естественно, не дремлют мискучайники, они тут как тут. И сейчас на ваших глазах без страховки и специальных приспособлений они будут погружаться в океан. Вот так Викакуся, она за Виктория, делает поплыв. Внимание! И пусть далеко будет. Виктория, крикни что-нибудь! Ну, вряд ли вы услышите ее голос, ибо океан перекричать могу только я! Ха-ха-ха-ха! Ну, это я шучу. Конечно, океан перекричать не может никто. Вслед Виктории простыл. Или Виктория, погрузившись в океан, помахала нам хвостом. Можно и так написать в моем творческом отчете. А, надо сказать, сейчас на салоне активным образом строятся новые отели. То есть развивается туризм крупными шагами. Так вот, как только появляется отель на берегу Индийского океана, вот они, фрагменты нашего отеля, так тут же появляются не только туристы, но и местное население, которое предлагает свои услуги отвезти вас с достопримечательностями, покатать на лодке в речке и свозить на рыбалку в океан. Ну, в общем, вот он, шри-ланкийский сервис. Такие серьезные сидят, потому что они не понимают, что я сейчас говорю. Ничего плохого, только правду об этом сказочном райском галке государства Шри-Ланка Устрова Шри-Ланка Специально для нескучайников из клуба друзей Владимира Маркина, который находится на сайте martin.ru Шри-Ланка Февраль Середина отдыха